Ну что ж, наша задача сегодня с вами поговорить, произвещать программу от компании Adobe, которая называется AfterEffect, посмотреть для чего она используется, ну и поглядеть всякие интересности, которые с помощью AfterEffect и с помощью достаточно нехитрых математических формул вы можете творить. То есть, по большому счету, AfterEffect, помимо того, что это очень удобная программа, которая позволяет нас с вами с видео всякие интересности делать, у нее есть еще очень интересный, ну, можно сказать, такой математический аппарат, который позволяет нам, в принципе, прописывая определенные формулы, заставлять наши объекты двигаться нужно самим образом. Эти самые формулы, ну, так называемые выражения, они на самом деле очень сильно облегчают жизнь в радиуслучаев и позволяют многие вещи, которые классическим образом делаются долго, нудно и не очень удобно, делать практически мгновенно, крайне комфортно, очень хорошо контролируемо. То есть, в принципе, есть определенные плюсы в этих самых эспрессионах, про что мы сегодня как раз с вами и поговорим. Ну, для начала, в целом, что касается AfterEffect, что касается вообще линейки адобовских приложений, которые занимаются видеопродакшеном. По факту, когда вы будете работать с видео, вам придется столкнуться с двумя основными категориями действий, которые обычно называются монтаж, ну, в общем, называют нелинейный монтаж, и то, что называется обычно композинг или там создание разнообразных спид-эффектов. Касая монтажа, то здесь на самом деле все достаточно несложно. Вы отсняли на камеру нужный материал, у вас на камере есть там на флешке определенные файлы с вашими отснятыми видюшками, вы эти видео загружаете на компьютер, их друг другом нужным образом соединяете, там лишние, ненужные части ваше видео вы благополучно убиваете, у вас получается какой-то такой вот фильм. У Adobe замечательная программа, которая этим самым монтажом занимается, называется Adobe Premiere, и, собственно, наверное, в настоящее время это самая удобная и самая правильная программа именно для монтажа. Ну, проект, который вы получаете себе на руки вот после такого монтажа, он будет примерно таким вот образом выглядеть. То есть это примерно такой вот реальный проект, который в настоящее время у меня в производстве. некоммерческий проект, замечательные талантливые ребята, поют в таком русском стиле, и, соответственно, решили оснять на одну из своих песен такой вот клип. То есть оснят материал, все, естественно, снимается на зеленом фоне, потому что декорация реальное дело достаточно долго, муторно и тяжело. А здесь зеленка, сняли, и, соответственно, можно будет поставить потом все, что угодно. Это вот такой вот черновой монтаж, с которым нужно будет что-то непосредственно сделать, и уже превратить это все в более такое что-то понятное, правильное и красивое. На самом деле очень многие вещи, связанные именно с последующей обработкой ваших видеоизображений, вы можете делать в Premiere. В Premiere есть большое количество эффектов, которые позволяют и тот же самый фон нежелательный с вашего видео, собственно, убрать, и позволяют и разнообразные задачи, связанные с коррекцией, совершать. То есть в этом плане Premiere достаточно уверенно себя чувствует. Но, однако, здесь бывают ситуации, когда Premiere уже будет не справляться, и нам с вами придется обратиться за помощью к After Effects, который, собственно, как раз уже вторую часть наших действий, связанных с видеоизображением, будет выполнять, так называемый композинг, когда вы будете действительно ваше видеоизображение более хитрым образом, нежели просто друг на друг накладываясь, совмещать. Ну, в целом, After Effects можно назвать своего рода фотошопом для видео. То есть фактически все, что вы умеете делать в Photoshop с вашими обычными фотоизображениями, вы можете делать в After Effects и с вашими видеороликами. То есть убирать лишнее, объединять все в какие-то такие коллажи, в которых уже участвуют будут не фотографии в Photoshop, а ваши видеофрагменты, и делать много-много еще интересно с этим самым коллажами. Ну, например, есть такой замечательный у нас кусочек, на котором, предполагая, что на стене древнего русского дома висит такое замечательное зеркало, и главная героиня, соответственно, это зеркало смотрится с каким-то там задним фоном, с отражающимися объектами в зеркале. Все это нужно будет непосредственно привести в более правильный вид и уже получить итоговую собранную сцену. К примеру, это сделать будет достаточно тяжеловато, поэтому, соответственно, мы все это уже отдаем на откуп непосредственно After Effects. Один из самых больших плюсов Adoles в приложении заключается в том, что они между собой достаточно легко и просто обмениваются разнообразными данными, в частности, перебросить на с вами какой-либо фрагмент из примера, из этого нашего такого монтажа чернового After Effects, на с вами будет достаточно просто. Нужные кусочки, которые я хочу перебросить в After Effects, я спокойно выделяю. Ну, здесь у нас с вами два клипа в этом фрагменте участвуют. Ну и по любому из клипов, выделенных, можно будет щелкнуть на правую кнопку мыши, и у вас будет команда, которая сразу позволяет эти клипы перетащить в After Effects, для того, чтобы там с ними уже можно было нужным образом нам с вами поработать. Автоматически у вас будут выполняться два действия. У вас сразу перебросятся выделенные фрагменты видео After Effects, и сразу становятся частью нового документа в After Effects, и вы с ним уже можете непосредственно работать. Ну, а в примере вместо наших двух видео появляется новый уже типа объединенный элемент. Это, собственно, сама After Effects композиция, которая уже в финальном монтаже как раз и будет принимать у нас непосредственно участие. То есть нам с вами ничего делать не нужно будет дополнительно, автоматически сам пример и Adobe с друг другом договариваются и позволяют все так же правильно, красиво объединять. Ну а здесь нам с вами нужно будет непосредственно убрать наш зеленый фон и уже поставить нужное изображение для того, чтобы в итоге все у нас более-менее хорошо и красиво получалось. Можно будет воспользоваться исключительно стандартными средствами After Effects для того, чтобы с тем же самым фоном побороться. Есть, естественно, всякие разные интересные команды, которые нас с вами позволяют от этого фона избавиться. Так называемые команды киинга. И можно будет достаточно неплохо нас с вами у одного видеофон убрать. Ну, сейчас совсем уж в ноль не буду я вводить киинг, но посмотрим, чтобы совсем такого явного мусора у нас с вами не было. Ну, примерно точно таким же образом можно будет поступить и с нашим вторым видео. Тем же самым эффектом можно будет спокойно также фон нас с вами убрать. Ну, здесь ситуация чуть-чуть будет посложнее. Скорее всего, немножко оставится грязи. Ну, тоже пока что на это внимание не обращаем. При должном упорстве и наличии некоторого времени можно будет достаточно неплохо и все проблемные области нас с вами тоже поубирать, чтобы все у нас чисто и аккуратно получалось. Ну, наверное, как-то вот так можно будет уже оставить ради нашего эксперимента. Хотя, конечно, там всякие такие вот будут небольшие дефекты оставаться, но их потом можно будет, в принципе, даже и руками почистить. И у нас в итоге остаются уже на абсолютно праздничном фоне два вот этих наших видеоролика. Все более современные предметы интерьера, типа мешающиеся по углам стулья, их тоже достаточно легко можно будет убрать. Здесь, в принципе, на самом деле, в принципе, такие вот задачи по обрезанию всего личного мешающего по краям и сам пример достаточно успешно умеет выполнять. Ну, в принципе, естественно, это умеет делать и After Effects. Можно будет обычной маской вот этот вот наш кусочек отрезать и спокойно сказать, что убираем его. Да, ну и даже стул на втором видео тоже мы с вами благополучно убираем. Правда, вот эта вот мешающая нам с вами часть. Она, как вы видите, будет нам продолжать мешаться. И благополучно, когда наше видео сместится к этому углу, начнет и его нас с вами обрезать. Но это тоже не очень большая проблема для нас с вами. Вот эти вот наши области, которые для отрезания используются, их можно будет достаточно сложно проанимировать, чтобы уже на каком-то этапе просто эти наши области спокойно с вами сместились. И уже они никому не будут нас с вами мешать. Все отлично будет получаться. Да, уголок там чуточку выглядывает, но это тоже не проблема. На самом деле подобные вещи, связанные с киньгом, связанные с удалением вознообразных, мешающихся по краям нашего видео объектам, чтобы их удалить, с этим справляется достаточно неплохо сам пример. Но мы с вами хотим еще и подставить какую-то подложку, чтобы она еще на своем месте с нашей камерой двигалась, и чтобы все у нас с вами получилось правильно и замечательно. И нужно будет вставить какое-то изображение в наше зеркало, чтобы действительно возникало ощущение, как будто нас с вами действительно отражается что-то в этом зеркале. Здесь уже пример нас с вами ничем помочь, в принципе, не может. Здесь придет нас с вами на помощь же непосредственно автор эффект. Итак, дополнительно можно будет загрузить несколько изображений, честно найденных в интернете. Ну, первая такая красивая картинка в одном из скриппартов была найдена, называющаяся «Старые бревна». Упс, спрохнулся. Что-то красиво и колоритно. Ну и благополучно это изображение мы с вами добавляем в качестве нашего будущего фона к себе в проект. Пока что не очень обращаем внимание на то, какого размера у нас с вами, большой или маленький, это нас не очень интересует. Самое главное заставить, чтобы оно у нас с вами двигалось вместе с нашим изображением. Для этих целей есть у нас с вами автор эффект, измечать технологию, которая называется трекинг, ослеживание движений. Автор эффект может прицепиться в какой-то определенной точке одного изображения, просчитать, как точка двигается, и все полученные данные о перемещении этого видео передать уже в другом условии, чтобы он двигался точно таким же образом. То есть, такое своего рода копирование движения у нас с вами будет непосредственно получаться. Нам удобнее будет всего делать это отслеживание движения на примере вот этого нашего видео. Рама наша достаточно плохо двигается, она планируется, чтобы она как бы планировалась прикрепленной как раз к этой нашей старинной стене. Поэтому можно будет как раз нам запустить этот самый трекер, который будет нам отслеживать движение нашего изображения. Наше изображение, помимо того, что двигается, оно еще немножко поворачивается, поэтому нам с вами нужно будет отследить не только перемещение нашего изображения, но еще и поворот. Настройка трекера можно будет абсолютно все трансформации, которые могут с вашим видео происходить, отследить. Нам будет достаточно, чтобы наше изображение перемещалось, чтобы наша картинка немножко поворачивалась. Ну и какие-то контрастные точки я убираю на моей картинке. Например, углы нашего зеркала для этого подойдут совершенно замечательно. Мышка отказывается ездить. Упс. Ну и все, что нам с вами останется сделать, это непосредственно наше движение следить. Все должно у нас произойти достаточно неплохо. В принципе, если какие-то небольшие будут подвижки в самом треке, естественно, все это можно будет руками проконтролировать, подправить. Но в любом случае у нас с вами после этого трекинга будет получаться набор неких точек, которые отследили, как наша картинка двигается, как она еще немножко нас с вами поворачивается. Все, что мне останется сделать, это передать эту информацию о движении моего изображения непосредственно самому моему вот этому изображению старой бревен. Честно говорю, что применяю вот это вот ослеженное движение своим старым бревном, ну и ослеженное движение применяю. Ну и в итоге вот эта вот моя фоновая картинка, она уже будет у меня совершенно замечательно с моим изображением. Моей рамой отлично двигаться. Все, что осталось мне только сделать, это правильно мое изображение позиционировать. Эту картинку можно будет, опс, лишнее выделил, сори. Это изображение можно будет нас с вами спокойно подвинуть, его можно будет уже куда-нибудь сюда вот в уголок разместить. В принципе, захотите, например, добавить какой-то несложный эффект а-ля перспектива, чтобы действительно нас с вами как бы картинка уходила вдоль стены нашей несуществующей. Естественно, есть наши спережения, разнообразные эффекты, которые позволяют эту самую перспективу сделать. И мы сами с чистой совестью можем уже действительно запустить бревна нашего изображения, типа идущие по перспективе вдоль нашей стены. В качестве таких направляющих очень хорошо как раз на наши края зеркала можно будет смотреть. Действительно, все достаточно неплохо у нас с вами будет получаться. Может быть, даже чуть-чуть еще сдвинуть в сторону. Эта картинка, которую я с вами расположу, с одной стороны ее спокойно можно будет отдублировать и также перетащить на другую сторону, чтобы она у нас с вами уже с другой стороны стояла. Ну и в итоге, когда мы с вами будем на все это смотреть, у нас действительно эти бревна будут уже вместе с нашим... вместе с нашей рамой двигаться. Да, кинь чуточку, асхалтурил. Ну, ничего страшного, на это грязь покажет внимание, не обращайте. Все это, естественно, убирается. Все у нас отлично будет непосредственно получаться. Остается победить наше вот это вот окошко, наше отражение в зеркале. Уступаем точно таким же образом. Но только уже нужно будет отследить непосредственно движение одной точки нашего зеркала, что мы с вами фактически сделали с нашими бревнами. А нужно будет следить, как вся вот эта вот наша четырехугловая конструкция двигается, чтобы потом можно было туда поставить какое-то другое изображение. Снова мое изображение с рамой. Снова отслеживаем движение. В качестве картинки, которую подставим на задний план, типа противоположная стена нашего дома, можно будет нам с вами взять, ну, какое-нибудь такое вот изображение. Какой-то тоже сруб классический. Ну, достаточно будет кусочка нашей этой картинки. Естественно, все лишнее будет на самом деле видно. Ну, и также уже спокойно его к себе добавляю в проект мои бревна. Ну, пока что на них внимания не обращаю. Просто можно будет сделать достаточно большими, чтобы у нас действительно попадала в место нашего зеркала нужная часть нашей бревны. Ну, и также наше зеркало, наша рама выделяется. Снова отслеживается движение. В этот раз у нас с вами будет отслеживаться движение уже по четырем точкам. Все углы нашего с вами зеркала будут принимать участие в отслеживании. Да, мышка для тонких движений по-прежнему меня подводит, но ничего страшного. Ну, и точно так же все у нас с вами в автомате отслеживается. Только в данном случае у нас честно отслеживает движение нашего череугольника, что мы с вами могли уже при желании передать его нашему другому объекту. Ну, а в качестве такой вот области, которая у нас с вами будет, собственно, являться некой маской, которая будет вырезать нам с вами наше изображение, создадим просто обычный цветовой прямоугольничек, так называемый Solid слой. Собственно, чтобы было понятно, я так его назову, что это на самом деле действительно будет не что иное, как маска. Ну, и честно говорю, что в качестве цели выбираем наш замечательный слой маску и его применяем. И у нас действительно вот эта вот красная область, она, соответственно, вместе с нашим зеркалом будет двигаться. Чуть-чуть сделаю я ее побольше, чтобы краешки у нас с вами попадали. Все. Вот эта вот моя маска, она послужит замечательной маской реальной для моей фоновой картинки. Мои бревна, которые у меня на фоне, я действительно могу спокойно вырезать по форме этой маски. И мы с вами фактически, вместо всей картинки, будем видеть только вот эту вот область, которая попадает в рамки нашей маски. Ну, а все это приводит к тому, что мы с вами на заднем плане будем действительно видеть наше бревно, которое как-то вот так у нас с вами будет поворачиваться. Ну, по факту, конечно, также к нашим бревнам фоновым можно будет применить наш эффект небольшой перспективы. И, наверное, в обратную сторону можно будет все это как-то так исказить. При необходимости можно будет чуть поменьше их сделать. Ну, или даже, может быть, немного даже более подходящую картинку найти. Конечно, чуть-чуть светловатно смотрится, чем нам с вами хотелось бы. Ну, у After Effects, как и у любой программы видео, и не только видео, а удобства, которая работает с изображением, есть, естественно, команды, которые занимаются цветокоррекцией, что-то наподобие тех же самых уровней. И можно будет действительно сделать нашу картинку чуть-чуть потемнее. Что-то такое будет получаться. Ну, в итоге из наших двух видео, которые рассняты на зеленом фоне, у нас что-то такое будет выходить. Оставив все это покрасить, чтобы добиться какого-то уже такого цветового колера правильного. Ну, сам такой, наверное, простой вариант покраски. Может быть, он немножко не такой правильный, профессиональный. Тем не менее, все достаточно забавно происходит. Есть, естественно, помимо стандартных модулей под After Effects, очень много дополнительных плагинов, которые занимаются всякими интересными красивостями. В частности, есть компания Red Giant, которая выпускает замечательный плагин, один из которых называется Magic Bullet Luxe. Плюс его в том, что есть какие-то готовые презенты, которые позволяют сразу применить к нашему изображению какой-то определенный эффект и сразу уже придать нашей картинке нужный вариант. Сейчас что-нибудь такое помрачное, ну, что-нибудь типа такого. Вот старину. Ну, в итоге у нас с вами уже будет получаться какая-то такая вот картинка. Самое, что приятное, все, что мы с вами сейчас только что сделали в After Effects, у нас по факту автоматически появляются уже в примере. Без каких-либо дополнительных действий, я возвращаюсь в пример, даже, по большому счету, сам проект After Effects не обязательно сохранять. И мы с вами в примере уже видим то, что видим непосредственно в After Effects. Ну, правда, чуточку опаздывать с обновлением, но, тем не менее, у нас с вами такая вот картинка будет получаться. Ну, за исключением некоторой грязи при кинги, все достаточно так у нас миленько смотрится. То есть, по факту, работая с этими двумя программами, с примером, с After Effects, ну, а есть сюда еще подтянуть и Photoshop, который нам с вами позволяет всякие интересные растры изображения, часто использующие проекты, естественно, создавать. Есть сюда еще подтянуть то же самое Adobe Illustrator, который нам с вами позволяет интересные векторные объекты делать. Если еще сюда задействовать программу, называющуюся Adobe Audition, которая с вами позволяет со звуком творить чудеса. То есть, мы с вами получаем в наше распоряжение набор программ, которые позволяют нам любой практический видеопроект сделать от начала до конца. От ваших файлов, которые вы получили, отснятые с вашей камеры, до уже выходного проекта, который можно или в виде видеоролика, или в виде какого-то там DVD-шного, бирейского диска сохранить, и уже, собственно, получить конечный результат. Вот таким задачей как раз у нас с вами занимается After Effects, чему, собственно, как раз на наших курсах и учим. Ну, вот примерно все вот эти действия базы, которые сейчас видели, это объем нашей пока что единственной части курса по After Effects, то есть пользователи, которые у нас с вами закончили первую часть, они примерно уже представляют о том, что сейчас на экране происходило, и такие задачи уже могут непосредственно решать. Вопросы какие-нибудь? Так. Пока что чуточку не разберусь-ка, все это работает. Ага, все, разобрался. Понятно. Поменяли немножко они программу свою. GoToMeeting. GoToMeeting. На самом деле даже стало немножко удобнее. Ну, отлично. В принципе, вот такие вот действия можно совершать фактически, ну, почти фотошоповскими действиями. Только, естественно, с вами все чуточку еще влияет на наши действия еще и время, конечно. Но, по большому счету, действия, которые мы с вами совершали, практически логика один кону фотошопская. Однако, помимо того, что можно работать непосредственно с нашими видео, изображения действительно, как пытаться друг с другом скомпоновать, создать какой-то такой интересный коллаж, есть еще и замечательная задача After Effects, которую он тоже замечательно решает, связанная с так называемым моушн-дизайном. Когда у вас какие-то интересные формы, линии, объекты, текст по экранчику всяким хитрым образом двигаются, и просто выполняя какие-то действия обычной классической анимации, не всегда подобную анимацию делать удобно и просто. И как раз вот здесь у нас с вами на помощь придут замечательные штуки, которые называются экспрессионами, или по-русски звучат как выражение. Ну, отлично. По факту, наше выражение – это не что иное, как некие команды действия, которые заставляют стандартные свойства наших слоев должным образом меняться. Ну, например, если будет, у нас с вами сделано непосредственно... Ага... Сейчас, 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 сейчас... Ага... Тихо... Так, что там у вас запутаться в этой системе? Сейчас, секунду... Врум... Угу... Итак, если, например, мы с вами хотим сделать просто несложную там анимацию движения нашего объекта, то можно будет нарисовать любую абсолютно форму, которую мы хотим заставить двигаться у нас с вами по экрану. Ну, какой-нибудь такой симпатичный кружочек я нарисую с обводкой. Ну, правда, чтобы все у нас аккуратно получалось, сделаю, чтобы центр этого нашего слоя все-таки размещался по центру нашего круга, чтобы мы с вами точно понимали, по каким координатам у нас с вами все это ездит. Ну, и, соответственно, у наших... любых слоев, которые у нас есть в наличии в After Effects, есть обязательно порядок, так называемый, трансформационные свойства, которые уставляют наши объекты и двигать по экрану, и масштабировать, и в случае необходимости, если вдруг, например, тот же самый центр будет мне где-то в стороне, еще это можно будет все нас с вами благополучно поворачать, то есть базовые действия, которые только требуются для того, чтобы наш объект, наша картинка, наш рисунок двигался по экрану, у нас с вами здесь присутствуют. Ну, и заставить, например, сделать то же самое вращение для моего слоя, чтобы у меня там в течение моих двух секунд повернулся вокруг своей оси, относительно какого-то произвольного центра, достаточно просто будет. Мы с вами включаем наш режим анимации и просто говорим, что в начальном положении, в нашем первом ключевом кадре угол порота у нас с вами будет 0, где-нибудь там на второй секунде, сделаем полный оборот 360 градусов. И наш объект за эти 2 секунды реального времени, честно, по нашему кругу проедет. Все как отлично у нас с вами будет получаться. Однако один из самых больших недостатков, подобный вариант анимации, когда один круг у нас с вами двигается таким вот образом, в принципе, это все как бы достаточно хорошо и правильно. Однако, если вдруг мы с вами захотим заставить, чтобы у нас там целый набор кружочков друг за другом по кругу бежали, и чтобы мы с вами могли без каких-либо проблем удобно управлять скоростью движения, количеством кругов, тем интервалом смещения, которые друг за дружку у нас сами шли, это было совершенно замечательно. То есть сейчас, например, сделав, чтобы у меня вот эти вот кружки двигались к его по кругу, я это могу, в принципе, сделать без особого проблем. Спокойно сказать, что будет копия круга сделана, но мне придется эту копию круга, условно говоря, дополнительно довернуть на какой-то угол, чтобы у меня уже непосредственно мой круг новый уже двигался каким-то смещением. И тогда они будут на самом замечательном двигаться с неким смещением. Опс, а здесь, да, плюс 22 тоже. Ага, схалтурил. Если будет у меня там 3 круга, 4 круга, там 10 кругов, мне придется каждый раз этот угол смещения задавать руками, что на самом деле очень неудобно. Ну и та же самая скорость движения. Захочу, чтобы мой объект двигался, например, в 2-3 раза быстрее, мне также придется мои ключи анимации переделывать. Говорит, что здесь вот в последнем ключе анимации уже будет не один оборот, там, а 3 оборот, 4 оборота. Это не сложно, но просто если таких вот действий нужно будет сделать 15 раз, это на самом деле очень неудобно в плане потери времени. А так, такие переделки приходится делать очень часто. Подбор по времени, правильность движения ваших объектов, нужные интервалы, нужная интенсивность движения. Все это приходится часто очень настраивать, часто приходится менять. Конечно, такие вот действия, включая анимация, они не всегда удобны. Поэтому здесь нам с вами на полночь приходят так называемые выражения, expression, фактически кусочки программ, которые записаны на замечательном языке программирования, который называется JavaScript. Ну, он, конечно, немножко адаптированный под задачи After Effects, но, в принципе, фактически, весь синтез будет нас с вами классическим JavaScript. И уже с помощью этого нашего выражения можно будет заставить наши объекты двигаться более, что ли, удобно, более автоматически. Смотрите, пожалуйста. Я легко могу анимацию своего rotation отключить, стандартную ключевую, и, чтобы нас с вами перейти в режим непосредственно записи этого самого выражения, достаточно будет по тому же самому секундомеру, который нас с вами включает анимацию, щелкнуть только с нажатой кнопкой Alt на клавиатуре. Ну, Adobe, на самом деле, славится такими подсказками, даже местами возникающими правильно и в нужных местах. В принципе, если навести на секундомер, что вам там честно, правду, про него все напишут, что, типа, если мы с вами хотим Add or Remove Expression, мы должны будем щелкнуть сальтом по нашему секундомеру, и мы с вами сразу переходим в режим написания этого выражения. У нас с вами появляется такое вот окошко небольшое, но его можно будет сделать по размеру чуть побольше, но, к сожалению, шрифт этого нашего окошка не меняется, но тем не менее, можно будет написать какую-то команду, какое-то действие, которое заставит наш объект меняться более интересным образом. Ну, например, хочу, чтобы мой кружочек сам крутился автоматически. Есть в JavaScript, который привязан к автоэффекту, некие глобальные свойства, которые абсолютно работают везде одинаково. В частности, есть такая замечательная у нас с вами глобальная переменная, называющаяся Time, время, которая нас с вами фактически реально отсчитывает текущее время нашего ролика. То есть, по факту, если я буду стоять в нулевой секунде, у меня будет время 0, и угол поворота будет у меня 0. Если я перейду, например, на пятую секунду, у меня будет время текущее 5, угол поворота будет 5. И мой объект честно поворачивается, сам, без включения анимации. Но, правда, делает он это очень неспешно, потому что, если у меня, например, длительность моего документа 10 секунд, то, естественно, у нас с вами повернется максимум на 10 градусов за это время. Но я могу при желании спокойно сказать, а давай-ка мы заставим тебя крутиться, скажем, там, раз в 36 больше. То есть, я хочу за те же самые 10 секунд заставить свой объект повернуться на один полный оборот. 360 градусов – полный круг, 10 секунд – вся наша композиция рабочая. 360 делим на 10, получается коэффициент 36. И у меня, честно, мой объект за эти самые 10 секунд повернется на полный круг. И все у нас с вами замечательно будет получаться. То есть, без всякой дополнительной анимации, без каких-либо лучшей анимации, только за счет такого вот несложного структурового выражения мы с вами заставили наш объект двигаться по экрану, и все у нас отлично, соответственно, получается. Точно таким же образом можно будет заставить двигаться объект перемещаться по экрану именно с помощью свойств, которые отвечают за движение. Также можно будет открыть у нашего слоя замечательный параметр, который отвечает за положение нашего слоя. Ну, давайте даже для чистоты эксперимента я другого подопытного нарисую. Какой-нибудь такой замечательный прямоугольник. Также обязательно у него его центр поставлю по центру, потому что у нас сами кредитаты правильно измерялись. Есть у нас с вами такое замечательное свойство позиции, которое отвечает как раз за перемещение нашего объекта по экрану. Я тоже могу заставить его двигаться непосредственно с помощью вот этого тайма, и все у нас отлично будет получаться. Правда, здесь есть одно небольшое но. Если говорить про наш угол поворота, то он у нас, этот угол поворота, это одно число. Это просто число в градусах, которое у нас с вами показывает угол поворота. А свойство position, оно у нас с вами состоит из двух чисел. Это положение нашего слоя по горизонтали, положение слоя по вертикали. То есть это уже будет немножко более сложное свойство, которое будет стоять из двух элементов. В таких ситуациях, когда программируем, говорят про так называемые массивы. Но по факту, для нас с вами, чтобы записать это выражение, мы с вами должны будем непосредственно просто помнить, что нужно будет уже задавать свойство position не одним каким-то числом, а двумя числами. На практике все записывается также несложно. То, что нам предлагают по умолчанию в этом окошке, я беспощадно убиваю. Ну и единственное отличие от нашего rotation. Так мы с вами будем записывать не одно, а два числа. Эти два числа, координаты x, координаты y, движение по горизонтали, движение по вертикали. У нас с вами будет записываться в квадратных скобках. И также могу легко сказать, а давай-ка в качестве оси x движение по горизонтали будет написано time в наше текущее время. А вот в качестве движения, в качестве трекального значения, ну, пускай у меня будет двигаться точно по центру экранчика мой прямоугольничек. Возвращаясь ко всяким разным глобальным свойствам, которые есть у нас с вами в выражениях в After Effects. Естественно, After Effects прекрасно понимает размеры того экрана, на котором все это действие происходит. И я могу достаточно нехитрой командой, которая у нас с вами называется Haze, высота, спокойно узнать высоту текущего документа, с которым мы с вами работаем. Но мы с вами хотим получить движение не внизу нашего экранчика, а при сединке, поэтому спокойно делим наших Haze пополам, у нас с вами будет получаться половинка нашей высоты. И двигаемся. Ну, также движение у нас с вами происходит очень слабенькое, даже, наверное, сейчас на экране незаметное, потому что смещаемся 10 секунд на те же самые 10 пикселей. Но если я уже умножу тот же самый time на 50, то уже будет там с вами все замечательно. И сам все ползет. То есть, даже таким вот нехитрым образом можно будет достаточно удобно с вами заставить наши объекты двигаться по экрану автоматом, без каких-либо ключей анимации, за счет вот этих вот несложных выражений. Правда, во всей ситуации, конечно, немножко неудобно то, что если вдруг нам захочется, ну, сделать то же самое движение нашего прямоугольника по экрану быстрее или медленнее, нам придется у нашего слоя искать это свойство position, нам придется открывать это свойство position, нам придется это число рука обменять, сделать там, например, не 50, а 100. То есть, это на самом деле не сложно, но по-прежнему, если, например, таких слоев у нас с вами будет 10, то есть, каждый раз поменять эту цифру 10 у каждого слоя будет на самом деле не очень удобно и не очень правильно. Поэтому еще одна очень большая плюша наших выражений заключается в том, что мы с вами можем добавлять нашим слоям всякие управляющие свойства. Некие глобальные коэффициенты, которые позволят нам с вами вводить в наше выражение какие-то константы, общие для всех наших слоев. Ну, например, для того же самого прямоугольника я могу сказать, давай-ка к тебе мой слой, я добавлю замечательный управляющий элемент наших выражений, ну, пускай это будет slider control, обычный ползуночек. У нас с вами появляется свойство, наш эффект, такой вот наш замечательный ползунок. Честно, обзову даже его, чтобы было понятно, что это с вами будет не slider control, а это будет, на самом деле, фактически число, показывающее скорость движения нашего объекта. Ну, так я и назову вел, типа velocity. И смотрите, пожалуйста, вот этот вот наш слайдер, который велосипед, это не что иное, как вполне реальное, конкретное число, которое у нас с вами может совершенно произвольно меняться. И я могу к этим моим числам без каких-либо проблем подцеплять наше управляющее выражение. Вместо вот этого числа 100 я могу поставить значение под свой слайдер. Ну, по факту, естественно, все это можно будет прописать вручную, обращение к этому нашему слайдеру. Но для ленивых пользователей After Effects, которые не хотят очень долго и нудно писать всякие длинные команды, придумали в свое время в After Effects специально для выражений замечательный канатик-веревку, который так называется, пиквип, соответственно, типа, ну, выбор цели. Этвереку нас с вами позволяет без всяких проблем обратиться к нужному свойству обычным перетаскиванием. Хочу я в этом месте мигающего курсорчика выражения поставить значение этого слайдера. Я говорю, что у ты позишн в этом месте выражения цепляешься к этому слайдеру. И, соответственно, сам After Effects прописывает все, что нужно прописать для того, чтобы к этому слайдеру можно будет обращаться. Все. Сейчас мой объект будет стоять на месте, и ничего не будет происходить, потому что у меня моя скорость нулевая. Если я поставлю скорость 100, то у меня мой объект будет совершенно замечательно по экранчику двигаться со скоростью 100. Или со скоростью 200, или со скоростью 50. То есть у нас с вами получается некий независимый коэффициент, который позволяет нас с вами всю анимацию, не переделывая сами выражения, очень хорошо пересчитывать. В общем, приятно то, что я могу к этому своему велу подцепить абсолютно любые свойства, любые слои. У меня по-прежнему вращается мой кружочек, он вращается с этой скоростью 36. Мне, собственно, никто не мешает прицепить и к нему этот самый вел. Также от своего первого слоя от вращения хватаю веревочку и на этот слайдер перетаскиваю. Ну, немножко будет подлиннее строчка обращения, потому что все-таки уже у нас этот rotation будет обращаться не к родному эффекту слоя, а к другому слою. Но эффект будет точно такой же. Я смогу с помощью этого моего замечательного свойства уже управлять моей анимацией. У меня все будет двигаться быстрее и медленнее. Все отлично получается. То есть, как вы видите, даже в принципе ничего не зная про тот же самый JavaScript и не являясь совершенно никаким пользователем, никаким программистом в плане именно написания каких-то программ, можно с помощью таких каких-то вещей очень серьезно автоматизировать себе процесс и действительно отказываться в отдельных случаях от нашей обычной ключевой анимации и уже переходить на такие вот несложные выражения. За счет чего, конечно, все будет получаться быстрее, удобнее, правильнее и самое главное переделки вашего проекта, подстройки какие-то тонкие, когда вы хотите где-то там чуть-чуть сделать что-то быстрее, чуть-чуть делать помедленнее. Вам же не нужно будет копаться в ключах анимации, объяснять, где, на каком месте вы должны сделать замедление ускорения. Вы с помощью таких вот коэффициентов сможете достаточно удобно, быстро и правильно управлять общим движением ваш слоев. Вопросы какие-нибудь? Только надо снова их найти. эх. Ага, все. И я теперь окончательно научился этим всем пользоваться. Ну, замечательно. На самом деле, помимо того, что есть у нас с вами такие вот несложные действия по обращению в свойства нашего слоя, естественно, есть всякие полезные и интересные команды, которые позволяют нашими выражениями очень удобно пользоваться. Сделаем новый документ наш рабочий. Тоже сам фон поставлю для красивости. Ну и... Что им давать такое? Вот мы сами непосредственно посложнее сделаем. Ну, что им давать тип такого сделаем? Есть у меня замечательная картинка такого вот глаза симпатичного. Само изображение сделаю поменьше. Белый фон по периметру, естественно, нужно будет на сами убрать. С этим тоже в принципе наши команды, которые занимаются удалением нежелательных оттенков, замечательно справятся. можно будет краешек нашего изображения уже без белого фона немножко сделаю более размытым. Такой взращок у нас с вами будет получаться. Даже поменьше сделаю. Ну и, собственно, рисую сам глаз. Тоже это нарисую в виде несложной формы векторной. У меня глаз такой будет чуточки дизайнерский, немножко неровный. Ну и, может быть, контур у нашей формы уберу. Пускай будет только заливка. Может быть, немного поуже я сделаю его. Что-то такое на сами будет получаться. Ну и хочу, конечно, чтобы мой зрачок был виден только исключительно внутри этого нашего глаза. Мышка, мышка. Поэтому могу взять ту же самую форму со своим глазом и в качестве такой вот формы вырезающей благополучно к своему зрачку применить. У нас с вами уже зрачок будет находиться внутри вот этого нашего замечательного глаза. Итак, касаемо всяких таких переменных, которые есть у нас в сайм-скриптах, есть Катоково начинает что-то такое вот интересное писать. Катоково появляется блок с нашими выражениями, где сразу возникает подсказка, где можно будет увидеть абсолютно все-все-все-все, что есть по умолчанию в качестве таких свойств и в качестве действий ваших скриптовых. То есть, в принципе, даже что-то забудете, можно будет по этим подсказкам все найти. Но так, конечно, разнообразные книги. То есть, в принципе, если будет интерес, в конце могу дать такую небольшую подборочку уроков книг по выражениям. Ну и, соответственно, походите там, учиться на курсы, тоже много еще выражений вы узнаете. Итак, возвращаясь к нашему глазу. Часто хочется сделать вариант движения, когда у нас непосредственно объект будет двигаться, но двигаться случайным образом, типа вот так вот дрожать. По факту есть, естественно, наше распоряжение выражения, которое позволяет такое движение сделать. В частности, есть одна из самых популярных команд в After Effects, объекте, который называется Wiggle, с помощью которого как раз можно будет заставить We пропустил буковку, опс, промахнулся, да, с помощью которого можно будет заставить наш объект, собственно, двигаться по экрану. Ну и параметры команды, требующиеся для работы команды, достаточно простые. вы указываете непосредственно количество колебаний, сколько у вас будет получаться, и указываете амплитуду колебаний. Ну и в итоге, когда у нас такое выражение будет получаться, мой глазик вот так, соответственно, будет как-то двигаться. Даже можно будет попробовать поставить движение чуточку почаще, что он как-то даже может быть и еще почаще. Памятую про то, что наше свойство позишн, оно у нас двухкомпонентное, отвечая за координату x и координату y, можно будет нам с вами заставить двигаться таким случайным образом наш глаз только по одной из координат. Я честно в дополнение к этой команде Weagle говорю, что давайте-ка поставим перед тобой квадратную скобку типа вот этого значения, это будет непосредственно у нас координата x, чтобы наш глаз дрожал по горизонтали. А второе свойство оставлю как есть. В принципе, можно будет тоже самой веревкой воспользоваться. Если я подтаскиваю веревочкой координаты y того же самого слоя, то мне вот такую конструкцию прописывают типа координаты y остается как она есть, без всяких изменений. Ну и соответственно, опс. моя небольшая ошибка сама вся команда Weagle она с вами дает два значения координаты x, координаты y. Нужно будет обязательно нашу Weagle указать, что только одно значение будет использоваться для работы. Ну и соответственно, какое-то такое дрожание будет получаться исключительно только в рамках вот этой вот нашей маски вырезающей и только соответственно по горизонтали. Ну и возвращаясь к нашим управляющим параметрам, на самом деле не всегда хочется, чтобы наш глаз дрожал с одинаковой интенсивностью. Иногда хочется, чтобы он дрожал сильнее, слабее. Поэтому также можно будет для этого нашего Weagle вести некий коэффициент, который будет позволять очень удобно и просто управлять скорость движения нашего глаза. могу спокойно также для своего зрачка добавить вот этот вот наш управляющий элемент, который Expression Controls, ну тоже самый слайдер. Ну, назову я его амплитуда нашего движения. Ну и у нашего свойства Position честно скажу, что Weagle у нас с вами будет дополнительно вот на эту амплитуду умножаться. Также наш веревочкой, чтобы не прописывать вручную обращение к нашему параметру, к нашему слайдеру потаскиваем, ну и знак умножить. Ну, правда, наверное, чуть-чуть сделаю саму силу колебания поменьше. Упс. Ну и как только у нас с вами непосредственно появляется какое-то наше значение. А, ну на самом деле, как бы да, даже я с умножением чуточку сглупил, в том плане, что можно будет просто вот эту вот нашу силу еще даже проще поступить. У нас есть вот это число, которое показывает коэффициент нашего дрожания. Вместо этой нашей десятки можно будет спокойно веревкой как раз этот наш слайдер и указать. Ну и мы с вами можем достаточно легко и удобно даже уже не обращаться к свойствам нашего слоя, спокойно уже определять. Хотим сделать колебания послабее, у нас он будет совсем мало слабо двигаться, хотим сделать колебания посильнее, он будет нас с вами посильнее двигаться. Очень удобно этот параметр можно будет нас с вами анимировать в случае необходимости. Изначально у нас будет там нулевое значение, потом начнет в первой секунде чуть-чуть посильнее колебаться, на второй секунде совсем будет сильно колбаситься, ну и там поближе к третьей секунде обратно остановится. Все отлично у нас будет непосредственно получаться. С такими вот нехитрыми действиями операция, которая фактически руками у вас бы выполнялись непосредственно долго и муторно, мы сами очень удобно оптимизируем и самое что главное, не переделывая наше выражение или там не переделывая нашу анимацию, мы с вами получим на выходе набор из каких-то управляющих свойств параметров, которые собственно позволят нас с вами нашу анимацию очень удобно очень правильно управлять. Вопросы? Ага. Вижу. Ну, отлично. Помимо нашего вигла, есть еще одна очень интересная команда, которая тоже очень часто используется, с помощью которой мы с вами можем даже нашу обычную ключевую анимацию очень правильно использовать. Еще один новый документ давайте мы с вами сделаем. Ну, тоже классический пример, который в большом количестве в том или ином варианте можно будет найти в интернете. Хочу нарисовать какой-то такой вот несложный маятник, который будет у меня, собственно, качаться влево-вправо. Сам маятник нарисую также на основе наших обычных базовых примитивов. У меня будет нарисован прямоугольничек. Ну и прямо здесь же, к этому прямоугольнику я нарисую примерно такой же объект. Ну, только уже круг. Немножко поставлю поровнее. Какой-то такой вот несложный маятник у нас с вами будет непосредственно получаться. Так же, чтобы он с вами качался уже правильно, можно будет его опорную точку поставить в верхний по центру, сверху нашего маятника. И наш свойство Rotation все замечательно с вами будет качаться. Ну и в принципе, в большом счете, можно будет сделать это качание с помощью также выражения. Мы с вами чуть попозже такой пример посмотрим. Но также в данном случае у нас совершенно замечательно сработает и обычная анимация наша с помощью ключей анимации. В начальном положении, пускай там будет у меня угол поворота 25 градусов. Где-нибудь на второй секунде, пускай будет угол поворота минус 25. Что-то такое у нас с вами будет непосредственно получаться. Даже может быть 2 секунды несколько медленновато для такой вот небольшого колебания, пускай будет 1 секунда. По факту, как мы с вами видим, движения у нас с вами получаются равномерные. Естественно, есть у нас с вами спряжение After Effects, всякие замечательные команды, с помощью которых наша ключевая анимация может двигаться и с ускорением, с ускорением, с ускорением, с ускорением, с ускорением. В частности, можно будет выделить наши вот эти выключения анимации с частью движения и нажать на волшебную кнопку F9, с помощью которой уже мы с вами будем получать немножко другое движение. Сначала ускоряемся, потом замедляемся. Также крайне удобно то, что для того, чтобы лучше понимать, что у вас получается, и чтобы лучше контролировать свое движение, есть распряжение After Effects, замечательная штука под названием графический редактор, где, собственно, вы всегда сможете увидеть график зависимости вашего параметра от времени или график скорости движения вашего слоя от времени. То есть, в нашем случае, что-то вот такое у нас с вами будет получаться. Ну так вот, движение, которое у нас с вами получается, оно у нас с вами получается односекундное. А я точно хочу сделать, чтобы у меня мой маятник все 10 секунд наша композиция замечательно качался. Поэтому еще одно крайне популярное выражение, которое активно используется в After Effects, оно называется Loop Out, наше зацикливание. В базовом варианте записи у нас с вами зацикливание будет получаться немножко специфическое. У нас честно будет зацикливаться наше движение, в том плане, что он у нас с вами доходит до края и потом сразу начинает так рывком двигаться снова с начала. То есть, если увидеть на всем протяжении нашей анимации, как наш график будет строиться, то принцип зацикливания происходит. Он доходит до конца, сам автоматически перепрыгивает начало и такое движение у нас с вами уже будет непосредственно работать. Однако, как оказывается, у того же самого нашего Loop Out есть очень большое количество дополнительных свойств. В частности, я могу при желании в скобках этого Loop Out прописать как раз вот этот вариант зацикливания. Вариант, который стоит по умолчанию в Loop Out, зовется Cycle. Он как раз такой простой прямой зациклик на самом деле делает. Однако, вместо этого Cycle можно будет прописать еще один вариант зацикливания, который называется пинг-понг. В смысле, как пинг-понг, как наш теннис в реальной жизни возвращается шарик к нам, так и здесь у нас с вами будет анимация получаться такая возвращающаяся. То есть, вторую половинку анимации он будет проигрывать точно такую же, но уже зеркально отраженную. Ну и в итоге у нас с вами будет что-то такое получаться. Ровненько, аккуратно, симпатично качающийся маленький, только за счет того, что мы с вами сделали непосредственно цикл нашей основной анимации с одним несложным параметром. Вместо того, чтобы нам с вами руками, исключая анимации, копировать и с другим правильно стыковать, мы с вами сделали очень несложный образец с анимацией и, соответственно, сразу получаем уже достаточно неплохо выглядящую анимацию с того же самого нашего скачения. Запись, конечно, будет, да, то есть, это можно будет увидеть. В принципе, если кого заинтересует, в конце я еще раз покажу свою почту, напишите мне письмецо, я и вот этот проект учебный тоже вам пришлю, чтобы могли все это смотреть. Маятник, как веревка, в смысле, чтобы гнулся и растягивался? По факту, на самом деле, если говорить про After Effects, то на самом деле есть достаточно неплохие библиотеки, которые позволяют динамику After Effects автоматически сделать. То есть всякая разная физика, связанная с цикловением объектов, с падением объектов, так или иначе можно будет автоматически получить. В нашем случае, я думаю, что можно будет либо руками все это проиментировать, но если мы с вами хотим сделать все это более правильно, более точно, я могу по факту с помощью того же самого StripTap построить некую линию безе, параметры которой будут непосредственно с вами меняться в зависимости от каких-то свойств. То есть можно будет саму вот эту вот линию, ее точки каким-то образом проанимировать. Это, правда, будет получаться немножко более сложно, но это, в принципе, можно будет сделать. Ну а так, по большому счету, так у нас сами анимация основная, ключевая, то можно будет вот это вот наше отклонение сделать, в принципе, руками. Добавить какой-то эффект деформации, соответственно, просто уже руками вот чуточку поколебать. Но, в принципе, если планируются более сложные вещи связан с динамикой, очень большое количество падающих объектов, те же самые подвесные объекты, которые будут качаться, то лучше, соответственно, поискать готовые решения в виде готовых библиотек движений, которых на самом деле по эффекту есть несколько штук. И, соответственно, с ними уже воспользоваться. В нашем случае, к сожалению, только руками, если можно будет себе поправить. Так, 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 так. Ага. Вопросы? Так, что-то я все равно немножко теряюсь. Ага. Все, не теряюсь. Все отлично. Ну, замечательно. Итак, все наши числа, все наши параметры, которые мы с вами так или иначе задействовали в наших проектах, они у нас получаются фиксированные. Однако, иногда хочется сделать так, чтобы какие-то свойства с вами получались случайные. Есть, естественно, на самом деле спряжение авторефекта, разнообразные конструкции, с помощью которых можно будет делать всякие случайные числа, с помощью которых уже можно будет ваши варианты анимации тоже делать немного уже друг от друга отличающиеся. По большому счету, чтобы, например, увидеть, какие у нас варианты есть с нашими случайными числами, не стоит забывать и про наши текстовые слои. В принципе, наше выражение можно будет очень успешно использовать и для работы с нашим текстом. То есть, я могу создать некий текстовый слой, он у меня будет получаться пустой, в него ничего не будет писаться. И свойство нашего текстового слоя есть замечательный параметр, называющийся source text, с помощью которого можно будет уже действительно менять содержимое нашего текста. То есть, по большому счету, если я также с альтом щелкнусь по секундомеру этот параметр, зайду в свои выражения, то есть, все, что здесь у меня будет написано, или слово, или какое-то там значение численное, у меня замечательно покажется. Там, не знаю, типа число 15. И у меня совершенно замечательно в моем текстовом слое будет показывать это наше число 15. 15. Или, если вдруг вы захотите заняться какой-нибудь несложной математикой, можно будет число 15 умножить на значение синуса. Точка обязательно. Назначение синуса, а там, не знаю, числа 5. По факту, ко всем нашим действиям математических можно будет еще и подключать всякие разные готовые функции, в том числе тригометрические. То есть, по факту, очень много еще забавно можно будет в этом плане сделать. И нас с вами, честно, посчитает такое здоровое выражение. Это вот это вот наше число 15, умноженное на синус от нашего числа 5. Ну, так вот. Иногда хочется добиться все-таки, чтобы у нас тот или иной параметр, то или иное значение получались непосредственно случайными. Поэтому есть у нас с вами достаточно интересные команды конструкций, которые случайностью занимаются. Ну, в частности, например, одна из самых таких классических команд, которая есть практически во всех программирования, называется она random, с помощью которой можно уже будет нас с вами получать действительно случайные числа. У команды есть несколько вариантов использования. Один из самых таких, наверное, правильных. Вы просто указываете, от какого значения хотите, чтобы у вас случайное число получалось, и до какого значения хотите, чтобы у вас случайное число получалось. Ну, и результат у нас с вами будет выходить, что в каждом кадре у нас с вами будет получаться произвольно случайное число. И вот такие вот замечательные числи у нас на экранчике будут уже мигать. Это случайное число может быть той же самой скоростью, тем же самым весовым коэффициентом, который будет ослаблять либо усиливать колебания. То есть, по большому счету, тоже можно будет достаточно активно эти случайные числа в нашей работе содействовать. В предыдущем примере с нашим айтиком мы с вами видели, что можно будет достаточно сложно сделать, чтобы наш объект замедлялся и ускорялся. Однако, сейчас, пока мы с вами используем достаточно простые конструкции, связанные с перемещением наших объектов по экрану, с вращением, У нас движение получается, если мы с вами пишем именно скриптовое движение, исключительно равномерное и линейное. Однако, и здесь у нас с вами скрипт может помочь. Есть наше распоряжение, достаточно удобные команды, с помощью которых можно будет заставить уже наши объекты действительно передвигаться по экрану. Наш новый документ. Снова вытащу фон. Ну, есть у меня, например, такая вот симпатичная, не сложная машинка. Поменьше я сделаю. Хочу, чтобы у меня просто по экрану проползла. На самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что делать с помощью ключевой анимации, это вообще никакие проблемы нас не составляет. Включили анимацию, в первом кадре стоим с одной стороны, в последние 10 секунд стоим с другой стороны, и все у нас отлично будет непосредственно получаться. Однако, по-прежнему, хотим сделать наше движение быстрее и медленнее, нам с вами придется анимацию менять. То есть, на самом деле, не всегда бывает удобно, особенно когда таких объектов, ездящих по экрану, будет очень много. Поэтому, нам с вами, конечно, проще все это будет сделать с помощью достаточно сложного выражения. Есть наше распоряжение, есть уже сальтом счет по нашей сканер-позишн. Замечательные команды, которые позволяют делать действительно интерполяцию, просчет нашего движения. Простите. Итак, хочу, чтобы моя машинка, в принципе, ехала по экранчику исключительно с одинаковой скоростью. Ей замечательный команд, который называется Linear, с помощью которого он уже будет заставить действительно сделать наше перемещение с равномерной скоростью по экрану. И она с вами примерно таким образом записывается. В качестве нашего основного управляющего параметра будет, естественно, время. Наша машина должна передвигаться по времени, честно говоря. Будешь работать со временем. Я, например, хочу, чтобы машина ехала не от нуля до десятой секунды, а чтобы, например, с первой по пятую секунду. Я могу в этой команде Linear указать, что начинаешь работать ты с первой секунды и заканчиваешь работать на пятой секунде. Ну и можно будет непосредственно уже нам с вами установить, с какого до какого значения у нас с вами все это будет перемещаться. Я хочу, чтобы моя машинка ехала вот с текущего положения. Снова хватая свою веревку, это у нас с вами будут наши координаты Х, потаскиваю веревочку на первую цифру нашего позиции координаты Х. Она вот отсюда у нас с вами будет ехать. И второе значение, насколько она у нас с вами сместится. Снова веревочкой потаскиваю свои координаты Х и говорю, что да, от текущего положения сместишься плюс, ну пускай там будет 450 пикселей. И вот такое у нас с вами значение будет получаться, что заставляем линейно двигаться наш объект по экрану, начиная с первой секунды по пятую секунду, и при этом сдвинешься из текущего положения на 450 пикселей вправо. Ну, помятую про то, что это у нас с вами все-таки непосредственно position, двухкомпонентные свойства. Обязательно вначале поставим нашу квадратную скобку, ну и через запятую оставим координату Y, вот как она есть. Пропишу, что просто будут координаты Y у нас с вами оставаться без какого-либо изменения. Ну и в итоге у нас действительно будет получаться, оп, сейчас, сейчас, где-то что-то, да-да-да. Забыл поставить замечательную скобку у нашей команды linear. И в итоге до первой секунды машинка стоит, потом начинают нас с вами замечательно ехать. На пятой секунды останавливаются, доехав до этого нашего предельного значения. Все. Отличная замена нашей обычной ключевой анимации, которая занимается нашим перемещением. То есть плюс заключается в том, что также можно будет с вами внести коэффициенты управляющие, которые будут отправлять начало движения, концовое движение, насколько все это смещается. И мы с вами уже можем про это выражение забыть, просто меняя ползунки заставлять наш объект двигаться, как нам с вами хочется поехать. Если вдруг мне захочется, чтобы моя машина уже ехала с каким-то ускорением или замедлением, ну, эту машину поставлю сюда вот вверх, а копия машины будет у меня чуточку пониже сделана. Есть подобные команды, которые тоже на самом деле занимаются просчетом наших свойств. Ну, в частности, можно будет нас с вами вместо вот этого линера прописать замечательную команду, которая называется easy, с помощью которой можно уже будет нас с вами сделать эффект, который мы недавно получаем с нашим айтиком, когда наш объект сначала ускоряется, потом замедляется. То есть в этом случае у нас машинки все начнут движение с одного и того же времени и закончат точно так же, как и наша копия машины. Но при этом характер движения нас с вами поменяется. У нас с вами наша машинка вторая, она сначала будет замедлена, потом скорость, потом, соответственно, остановится. То есть что-то такое вот у нас с вами будет получаться. Тоже просчет, но немножко другой. Я хочу, чтобы моя машинка просто ускорялась. Есть вариант этой команды easy. Сделаю еще одну копию, которая у нас с вами будет называться easy in. Ну, и что-то такое будет у нас с вами получаться. Ускоряется, 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 соответственно, доезжает энергия. То есть это фактически кощина с вами позволяет уже отказаться от нашей анимации как таковой ключевой и спокойно перейти исключительно на программную анимацию, при этом получая очень гораздо больше плюшек приятных в плане контроля за нашей анимацией. Все быстрее контролируется, изменяется, адаптируется, уже не нужно будет нас с вами учиться, включая анимации, не нужно будет наши робики двигать по временной шкале, подбирая нужную длительность нашей анимации. Все уходит в нашу такую вот несложную математику. Все, конечно, гораздо удобнее с вами будет получаться. Естественно, не только на свойства position эти наши команды, которые занимаются интерполезом наших свойств, можно будет ставить. То же самое свойство rotation мы с вами можем достаточно удобно и легко задействовать. Ну, в качестве подопытного в этом нашем примере возьму уже реальное колесо, тоже сделаю поменьше. Ну, также, избавимся мы с вами, давайте, от фона нашего белого без фанатизма. Да, но там немножко блики пропадают, но ничего страшного. Ну, нарисую какой-нибудь простенький прямоугольничек, типа это будет дорога, по которой все это будет двигаться. Простите. По факту, могу заставить свое колесо вращаться либо с помощью ключевой анимации, либо с помощью расчета анимации. Но, в данном случае, быстрее и проще сделать, без всех заморочек, обычная ключевая анимация, она никак не будет меняться. В нулевой секунде поставлю ротерический секундомер. В последней десятой секунде сделает полный оборот вокруг своей оси, 360 градусов. Но при этом хочу сделать так, чтобы у меня, соответственно, это колесико еще и крутилось, в смысле и катилось. Поэтому, наше свойство position, которое я буду изменять именно с помощью моего выражения. Ну, и в данном случае, можно будет сделать с вами непосредственно нашу линейную интерполяцию. Наша координата x будет просчитана с помощью linear. В данном случае, у нас свойство, которое контролирует наше движение, это будет наш угол поворота. То есть, мы с вами должны будем указать, за какой угол поворота, насколько наше колесико будет смещаться. Поэтому, в качестве нашего управляющего параметра будет с вами использоваться наш rotation. У нас с вами угол поворота меняется от 0 до 360 градусов. Ну, и при этом я хочу сделать, чтобы у меня непосредственно моё колесико сдвинулось по экрану на какое-то определенное значение. Ну, это тоже можно будет сделать значение непосредственно относительное, но можно будет и абсолютное значение приписать. Например, там со 100 пикселей до 600 пикселей. Оп, сори. Снова я промахиваюсь, пишу всякие вражеские квадратные скобки. Ну, и забываем про то, что у нас с вами свойство position, оно у нас двухкомпонентное. Нужно будет обязательно кардинату y оставить, как она у нас есть. И катимся и едем. То есть, пока наше колесико сделает непосредственно полный оборот, у нас наш объект сместится по экрану на нужное состояние. Отлично получается. И вот такое почти, ну, конечно, не совсем точное математическое соответствие. Здесь, конечно, нужно будет вот это смещение посчитать. Мы фактически можем узнать радиус нашего колесика. Мы с вами можем узнать, насколько оно с вами сместится за полный оборот. То есть, все это можно будет подцепить в математическую форму. Ну, даже в таком вот варианте приблизительном все очень у нас неплохо получается. Одно управляющее свойство, наш rotation, который заставляет синхронно себе еще наш объект по экрану смещать. Все, как видите, отлично с вами будет непосредственно получаться. Ну, естественно, для управления нашими свойствами можно будет задействовать и более интересные и более сложные вещи. Ну, давайте в качестве нашего следующего небольшого примера... Ну, что давайте такое вот уже художественно сделаем. Есть наше распоряжение. Замечательная картинка бабочки одноцветно-крылой. Попробуем ее немножко оживить, проанимировать. Бабочка была полезна в фотошопе, соответственно, на компоненты что-то такое вот у нас с вами будет получаться. Красивое, цветное. Я точно знаю, что у любой себе уважающей бабочки крылышки должны двигаться вместе с туловищем, не оторванные. Сразу скажу, что, чтобы нас с вами было проще управлять свойствами нашей бабочки, что наши слои с крылышками, они обязательно с вами привяжутся к нашей тушке бабочки, чтобы все это на самом месте двигалось. Ну, и чтобы совсем у нас с вами все получалось интересно, давайте попробуем сделать это еще и все трехмерными. В трехмерии. То есть, сделаем наши слои трехмерные, чтобы уже можно было в будущем поставить камеру, и чтобы можно было уже нашу замечательную бабочку в этой камере покрутить, посмотреть ее там с разных сторон, чтобы такая вот у нас с вами уже красивая получилась. Еще один пример, который на самом деле очень простой, но тем не менее действительно позволяет нам с вами очень удобно и комфортно подцепиться к нашим свойствам слоя с помощью простых патриотических формул и себе очень сильно жизнь облечить. Все вот такие вот колебания, связанные с периодическим изменением положения нашего объекта на экране или там угла поворота нашего объекта, они очень хорошо нас с вами привязываются к нашим треометрическим функциям, к синусу либо к косинусу. Как раз с помощью этих выражений можно будет заставить регулярно какое-либо свойство нас с вами меняться. Из-за того, что у нас с вами синус и косинус, две эти функции сами по себе периодически меняют знак с плюсом на минус, вот для этого можно будет заставить всякие такие вот поступательные возвратные движения автоматически нас с вами сделать. Ну, давайте возьмем в качестве, наверное, примерно тот же самый синус. У нас с вами будут вращаться наши крылышки. Вот мое замечательное крыло, которое левое. Вот у нее есть свойство Y-rotation, с помощью которого можно будет все это нас с вами закрутить. Ну и не хочу я все это делать, естественно, руками. Хочу все это сделать более-менее автоматически, поэтому сальтом по секундомеру нашего Y-rotation честно прописываю, что давай-ка мы возьмем в качестве нашего основного такого звена нашу математическую наш синус. Ну, естественно, с вами будет меняться время нашей композиции. В качестве параметра мы возьмем наше время. Помятую про то, что само время у нас будет меняться не очень быстро. Можно будет сразу это время умножить, не знаю, на 20, чтобы у нас все чуточку поинтереснее мигало. Опс, лишнюю скобку поставил. Ну и в итоге у нас что-то такое будет получаться. Движение есть, но оно очень маленькое, из-за того, что у нас с вами само значение синуса меняется в пределах от минус 1 до плюс 1. Но если я уже это значение там умножу на то же самое 40, например, то уже колебание будет у нас с вами получаться плюс-минус 40 градусов. И машем. Весело, задорно. Все то же самое могу сделать непосредственно для своего крылышка второго. Но только единственное, что если у нас это крыло идет вверх, то второе крыло относительно своего положения, оно будет идти как бы вниз с минусом. То есть фактически можно будет вот эту вот нашу конструкцию благополучно скопировать. И на наше правое крылышко, на то же самое свойство y rotation, его можно будет ставить. На самом деле можно также с веревочкой привязаться к нашему первому свойству, поставив просто минус у этого параметра. Но мы с вами пропишем честное выражение. Только поставим, что типа умножаем не на 40, а на минус 40. Чтобы у нас знак был отрицательный. Ну и в итоге машем. Если еще не полениться включить у наших слоев размытие в движение, чтобы у нас непосредственно при быстром движении наши слои размывались. Совсем у нас будет получаться симпатичная картинка. То есть почти настоящая бабочка, машет крылышком, все отлично выходит. Может быть только единственное, что немножко по мне она крылышками машет лениво. Поэтому умножу я не на 20, а на 30. Чтобы у нас чуть-чуть побыстрее скорость была. То есть по-прежнему, как видите, если вдруг у вас есть какие-то встречающиеся цифры. То есть хочу, например, чтобы вот этим свойством, нашим значением 30, скоростью махания крылышками, можно было управлять. Мне никто не мешает, например, сделать какой-нибудь специальный слой. То есть не всегда хочется привязывать наши параметры к текущим слоям. Если слоев будет очень много, а свойства у нас с вами будут общие, то проще сделать какой-нибудь там, не знаю, невидимый, то же самое корректирующий слой, который можно назвать будет Control управление. И на этот корректирующий слой также повесить наши управляющие свойства, то же самое наш Slider Control. Это у нас с вами будет частота в Frequency нашего махания. Ну и честно говорим, что ты крылышко, вот у тебя в этом выражении вместо числа 30 будет, тащим веревочку, наш Frequency. И у тебя второе крылышко вместо этого числа 30 тоже будет наша частота. Ну и таким вот образом я уже могу даже забыть про эти самовыражения. Сейчас с нашей частотой нулевой наша бабочка стоит на месте, поставлю там частоту 10 колебаний, будет махать с одной скоростью, поставлю частоту 50 колебаний, будет махать с другой скоростью. То есть мы с вами получаем такой достаточно неплохо управляемый объект, с помощью которого можно уже будет очень неплохо управлять скорость нашего колебания. Наша бабочка живет. Ну и если вы действительно большой любитель бабочек, можно будет сделать наш новый документ на нашем симпатичном градиентном фоне. Есть воспряжение After Effects, очень симпатичный эффект, с помощью которого он может наши объекты размножать. Если мне хочется сделать, чтобы, например, где-нибудь там из центра экрана вылетела целая стая бабочек. Ну, на самом деле, конечно, помимо эффектов стандартных, есть достаточно большое количество эффектов и дополнительных под After Effects. И вот эффекты связаны с этими так называемыми частицами. В принципе, сторонние даже иногда и поудобнее, и поинтереснее будут. Мы воспользуемся исключительно эффектом стандартным, с помощью которого можно будет заставить какие-то такие вот пока что неинтересные квадратики на экране с вами, чтобы вылетали. Скажу, что у этих квадратиков не будет никакой гравитации, они будут падать у нас вниз. Скажу, чтобы летели эти квадратики во все стороны совершенно равномерно. Ну и очень приятно то, что этот эффект умеет вместо своих квадратов подставлять абсолютно любые картинки, которые в вашем распряжении будут. Я могу найти свой документ со своей бабочкой. Так, бабочка, бабочка, бабочка. Сюда его выточить к себе в качестве подобного. Может быть, немножко сделаю я все-таки свою бабочку поменьше, чуточку, а то она такая сломпотамистая получается. Ну и можно сказать спокойно, что давай-ка ты вместо вот этих вот квадратиков будешь непосредственно использовать слой с нашей бабочкой. Да, 60 бабочек в секунду многовато. Сделаем 3. Можно будет заставить, чтобы у нас непосредственно наши бабочки еще и крылышками случайно махали. Ну и вот наши красивые животные уже вылетают из нашего центра и по экранчику начинают лететь. Все отлично, классно смотрится. Ну и при этом по-прежнему видеть, что крылышки махают медленно, крылышки машут медленно, вам уже и нужно будет вашу анимацию переделывать, потому что у вас есть замечательный слой, называющийся Control. И есть у этого нашего замечательного слоя Control параметр слайдера, с помощью которого часто можно будет сделать быстрее и медленнее. Сделали помедленнее ее, вернулись, где наших бабочек много и соответственно здесь они уже будут махать крылышками более спокойно. Все отлично происходит. Так что, в принципе, с помощью наших выражений, даже если вы не являетесь большим специалистом в программировании, с помощью таких вот несложных базовых команд вы себе очень сильно облегчаете жизнь и действительно делаете вполне возможным, чтобы у вас непосредственно ваши объекты и лучше управлялись, и лучше анимировались, и все при этом будет получаться с вами более качественно и более удобно. Ну, если говорить про более сложные конструкции, например, если хочешь сделать действительно что-то наподобие какого-то реального затухания, то, естественно, есть уже годами проверенные математические формулы, которые спокойно там качуются с проекта в проект, с помощью которых можно будет с вами то же самое колебание с каким-то сдуханием спокойно сделать. Вот, например, что-то типа вот такого, такой вот замечательный маятник. Он качается и, соответственно, со временем останавливается. Будет идеология точно такая же, но только само все выражение будет немножко посложнее. Будут вводиться некие коэффициенты, которые будут определять амплитуду нашего колебания, частоту нашего колебания, с какой скоростью это все будет на самом деле затухать. И, непосредственно, уже чуть более сложное математическое выражение, в которое еще будут использоваться дополнительные команды, чтобы как раз наша идея затухала. То есть идеология будет точно такая, что на свойство rotation вешается чуть более сложная команда, и у нас такое замечательное задухание будет уже непосредственно получать. Или, например, если вдруг захочется более осмысленно какие-то текстовые объекты создавать с помощью управления текста, часто, например, приходится делать всякие разные замечательные, что-то наподобие секундомеров или какого-то обратного отсчета. Чуть более сложная команда, но, тем не менее, соответственно, время считает, все отлично идет. То есть это исключительно средствами флеша, средствами автоэффекта можно будет такие вот на самом деле вещи делать. Ну, на самом деле, про флеш, конечно, так и говорился почти по фрейду, потому что, конечно, если уже занимались немножко программированием флеша, очень многие вещи будете узнавать, потому что синтекс из того же самого экш-свепта будет, естественно, сильно похож. И очень многие вещи, которые так или иначе в флеше в плане интерактивной анимации работают, можно смело практически без, ну, там, с минимальными, скажем, изменениями перетаскивать автоэффект, и вся вот эта красивость движения, она здесь у нас с вами будет оказываться. Ну, а так, все считаю, все работает, и все замечательно у нас с вами получается. Можно будет при желании еще более сложные вещи делать. Ну, например, есть у нас с вами такой замечательный слой, слой в виде кружочка, который, собственно, у нас с вами анимируется его положение на экране. Выражение можно будет увидеть уже знакомым нам косинусы и синусы. Это один из таких классических вариантов пересчета координат наших обычных декартов радиальной координаты. Я думаю, что наш объект уже двигался непосредственно по какому-то такому вот варианту окружности. Ну, в данном случае, что-то такая спиралька будет получаться. Причем очень удобно то, что также, если все правильно сделать, можно получить какие-то дополнительно управляющие свойства, типа, там, радиус, можно будет это движение сделать больше-меньше. Можно будет дополнительные свойства наподобие того же самого центра, смещать все это там влево-вправо, то есть все отлично будет получаться. И крайне удобно то, что если все это правильно организовать, когда вы ваши слои раздублируете, у вас просто будет получаться действительно что-то наподобие набора таких вот двигающих шариков, которые уже не будут друг на друга наезжать, они просто будут двигаться друг от оси, друг независимо, и все как бы замечательно, отлично будет получаться. Все это движение определяется управляющими коэффициентами. Нужно делать быстрее? Сделаем быстрее. Нужно, чтобы количество было там не 12, а 50, можно будет сделать 50 копий, которые также будут равномерно друг относительно друг расположены. Ну, а если после этого к этому еще добавить всякие несложные эффекты, в частности, замечательный эффект, который называется эхо, который нам с вами делает такие современные копии для наших двигающих шариков, то можно совсем такие забавные эффекты получать на основе шарик анимации, которые вы за счет обычной анимации ключевой, но никогда не сделаете. А здесь это дело нескольких минут и знание совсем школьных основ математики, школьных основ тригометрии. То есть самое главное, нужно не бояться слов типа синус-косинус, и представлять, что такой квадратный корень, и уже на основе таких знаний можно будет смело нашими выражениями начинать заниматься. Вопросы? 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 сложными эффектами. Эффект дополнительный сейчас троп-кодовский. Будет заниматься более сложным трекингом, уже не средствами автор-эффекта, а с помощью дополнительного модуля, который называется MoCo. И также будет как раздаваться основа скриптов. Примерно то же самое, что мы сейчас с вами видели на вот этой нашей такой вот вводной лекции. Но только чуть все посложнее, чуть все как бы серьезнее. Вебинар, скорее всего, будет, конечно, не знаю, будет ли он на первой группе. Но, как обычно, вебинар будет обязательно. Ну и совсем скоро будет еще и третья часть курса, уже поближе к лету, который будет заниматься совсем сложными скриптами. Там уже чуть-чуть посложнее будет жалопрограммирование и так называемые шеоп-анимации, чтобы уже совсем с motion-дизайна все у нас с вами в треэффекте получалось хорошо. Вопросы? Ну что ж, если вдруг нужен будет файл с этим примером, который сейчас я вам показывал, смело мне можно будет писать на почту. На всякий случай сейчас почту я продублирую в чат. Пишет письмо, типа хочу файл с примерами, я вам, соответственно, на почту ссылочку на архив пришлю. Также, если вдруг в дальнейшем какие-то общие вопросы будут возникать, у вас потом уже сам в треэффект премьера, по этой же почте можно будет обращаться, с удовольствием помогу. Ну и, конечно, обязательно приходите там учиться. Если вдруг сейчас с автоэффектами не знакомы вообще, стартую группу автоэффекта у нас в этот понедельник. Если уже с автоэффектом знакомы, хотите продолжить обучение, ловите рекламу, где-то уже начиная с середины апреля, скорее всего уже появится у нас с вами информация по второй части курса. И как раз и про выражение тоже много еще интересного будет рассказано. Вопросы из каких вдруг остались? Можно сейчас будет остаться вопросом помучить. Микрофоны включу, либо в чат мне напишите, ну или в коем случае потом на почту. Можно будет также вопрос чиркануть. Если вопросов нету, все доброго, успехов, удачи. В случае чего, обращайтесь.